Ребята, всем привет! В этом видео я хотел бы вам показать распаковку видеокарты MSI Radeon R7 250. Вот так вот выглядит родная коробка этой видеокарты. Если интересно, нажмите на паузу, если какие-то параметры вас интересуют. На днище коробки указаны вот такие вот различные характеристики. Вот ее спецификация. AMD Radeon R7 250, 2 гигабайта DR3, 128 бит. Ну давайте теперь открою коробку и посмотрим, что там внутри. Итак, сохранилась родная инструкция. Вот так вот она выглядит. Дальше сохранился драйвер для видеокарты. Вот он диск. Но драйвер я буду скачивать с официального сайта. Если интересно, в описании я оставлю ссылку на этот драйвер. Поэтому можете его скачать. На официальном сайте он есть. На данный момент последнее обновление драйвера от 2022 года. Поэтому свежачок. Диск откладываю в сторонку. Итак, видеокарта упакована вот в такой пакет. Вот так вот она выглядит. Здесь видите, вот есть специальная защитная такая заглушка пластиковая. Для того, чтобы не повредились контакты. Вот эта площадка, она будет вставляться в материнскую плату. Дальше, ребят, вот такой вот радиатор. Видеокарта немножко в пыли. Но ничего страшного, она же булочная. Вот такой вот кулер. Ребят, эту видеокарту можно подключить двумя способами. Либо аналоговое подключение будет, либо цифровое. Аналоговое это VGA, вот он этот разъем. А цифровое это HDMI, либо DVI. При подключении, ребята, когда будете вставлять ее в материнскую плату, вот здесь, где кулер и где радиатор давить не нужно, придавливайте вот здесь, где плата. Чтобы не сдвинуть радиатор от чипа. И, соответственно, вы потом испортите видеокарту. Поэтому аккуратно это делайте. Вот так вот она выглядит с этой стороны. Вот ее характеристики на наклеечке указаны. Ну, собственно, все, ребят. Вот такая вот распаковка видеокарты. Все полезные ссылки я оставлю в описании под этим видеороликом. Ссылка будет на загрузку драйвера. Там уже определитесь на сайте с операционной системой вашей. Я буду загружать для Windows 10 64 бит. И будет ссылка на официальный сайт этой видеокарты. Вы можете там ознакомиться с более подробными характеристиками. На этом все, ребята. Если вы впервые на моем канале, канал мне по компьютерной тематике. Если у вас какие-то вопросы возникают, связанные с компьютерами, с ноутбуками, планшетами. Задавайте свой вопрос. Не стесняйтесь. Чем смогу, тем помогу. Вот недавно была ситуация у моего подписчика. Его компьютер пищал непрерывными короткими сигналами. Он отснял видеоролик с этой проблемой. Отправил мою группу ВКонтакте. Я ему удаленно дал рекомендации. И человек починил свой компьютер, не имея определенных знаний. Тем самым он сэкономил свое время, а также деньги. И у вас есть прекрасная возможность задать мне свой вопрос. Желательно писать в мою группу ВКонтакте. Вот нажмите кнопку сообщения и задайте свой вопрос. Но обязательно, ребят, подписывайтесь в группу. Я помогаю только подписчикам из моей группы. А также в связи с непонятной ситуацией в мире, Ютуб могут заблокировать. Лично у меня Ютуб уже очень сильно тормозит. Поэтому сейчас все блогеры переходят в Яндекс.Дзен. Яндекс.Дзен это аналог Ютуба. Мой канал также есть в Яндекс.Дзене. Ссылку оставляю в описании. Переходите, подписывайтесь. Но кнопка подписаться сработает лишь тогда, когда вы войдете в свою Яндекс.Почту. Поэтому если Яндекс.Почты у вас нет, тогда создавайте Яндекс.Почту и подписывайтесь на своих любимых видеоблогеров. Всем спасибо за просмотр. Всем до новых встреч. Пока-пока.